Накануне в Красноярскую школу номер 49 ворвался неизвестный мужчина. 15 минут он с криками бегал по школе, пугал учеников и учителей, затем разбил окно, спрыгнул со второго этажа и скрылся. Кто отвечает в школе за безопасность, разбиралась моя коллега. Кровь на стене, разбитая дверь, в 49-й школе в самый разгар учебного дня произошло ЧП. Неизвестный мужчина ворвался в заведение. С громкими криками он преследовал некоторых школьников. Ученики и учителя закрылись в кабинетах. Мама третьеклассника рассказывает. До сих пор в шоке. Я где-то без 23. Ребенок мне позвонил с чужого номера телефона и сказал, что на нашу школу напали или что-то там случилось. Мама, срочно позвони в полицию, вызови в полицию. Я после этого перезвонила еще раз руководителю его. Она тоже испуганным голосом сказала, что на нас, не знаю, что случилось, на нас напали, позвоните в полицию. Но полиция, возмущаются родители, приехала на место только через 20 минут. За это время их дети успели натерпеться страха. А в конце хулиган разбил окно, спрыгнул со второго этажа и скрылся. Охрана в школе не работает. За порядок отвечает вахтерша. У нас работает пропускная система. Соответственно, все родители, которые приходят сюда, должны предъявлять документы. И детей забирают практически одни и те же родители. Но иногда бывает, конечно, что кто-то меняется. Практически мы всех родителей знаем. Но вот он подошел, был, подойдя к школе, абсолютно адекватный. К счастью, злоумышленник далеко не убежал. Полиция его успела задержать. Как выяснилось, надел много шума 27-летний парень, выпускник этой школы. Потом уже мать хулигана будет оправдывать сына. Просто у него в этот день было плохое настроение. У полицейских же есть подозрение, что такое неадекватное поведение связано с наркотическим опьянением. Было заметно, что он находится под каким-то одурманенным веществом. Возможно, наркотическим. Мы пока установить этого точно не можем. В связи с чем он вел себя неадекватно. То есть терялся полностью в пространстве. Было принято решение доставить его в краевой наркологический диспансер. Добавлю, что в этой истории никто не пострадал. И что интересно, в управлении образования, уверяют, охранник в школе не обязателен. Главное, чтобы работала тревожная кнопка. Так что не исключено, что такое ЧП может повториться и в других школах. Мария Терехина, Алина Сануева, Дмитрий Комаров, 7 канал.